А начнем мы нашу прогулку с Приморского парка. Да, друзья, возле дорогого жилья и котики дорого кушают. Смотри, Антоша, я нашла тебя. Все думают, что ты очень колючий, а ты, оказывается, мягкий и пушистый. Очень приятно здесь находиться. Вот, немножко по ценнику пройдемся, кстати. Жилье должна вот такая быть. Ого, сколько много людей на сапах. Здесь уже открыто очень много разных кафешек, кофейн, где можно что-то себе купить, перекусить. Инспекция подъехала. Друзья, всем привет! Вы на канале Крым Онлайн. Пока вы планируете свой отдых в Крыму и, возможно, уже пересекаете Крымский мост, мы сняли для вас видео из Ялты. И в этом видеоролике мы с вами посмотрим на прекрасную Ялту. В этом видеоролике мы с вами отправимся в Приморский пляж. Там мы посмотрим цены, какая обстановка на пляжах, какая температура воды. Обязательно покажем, все замеряем и все озвучим в этом видеоролике. Так что не переключайтесь. А также узнаем, сколько стоит жилье в Приморском парке рядом с центральной набережной. Ну и, конечно же, сделаем небольшой обзор нового отеля. Друзья, оставайтесь вместе с нами, не переключайтесь, досмотрите все видео до конца, и вы узнаете всю самую полезную и интересную информацию. Мы совсем недавно были на Масандровском пляже, очень часто его снимаем. Но сейчас отправимся на Приморский. Начнем мы нашу прогулку с Приморского парка. Здесь расположена отличная фотозона. Для тех, кто не знал, обязательно придите и посмотрите. Это огромная карта. Здесь расположен Крым и Приморские города. Ну а сейчас мы с вами отправимся посмотреть первый вариант жилья возле Приморского парка. Ну что, друзья, пойдемте посмотрим эти прекрасные апартаменты. Сейчас мы с вами отправимся на улицу Парковый проезд 6Б. Именно там расположен жилой комплекс, который мы хотим вам показать. Мы сейчас посмотрим прекрасные апартаменты, узнаем цену и, конечно же, расскажем про все услуги, которые там предоставляются. Это прям центр Ялты, 5 минут до Приморского пляжа, ну и, конечно же, до Центральной набережной. Неспроста мы выбрали именно эти апартаменты, друзья. Вы только посмотрите, какая дорога к ним ведет, какие прекрасные кусты гортензии. Ну и, конечно же, какая великолепная территория. Очень много зеленых зон, зон отдыха и, конечно же, фонтан. Как здорово. Ну что, пойдем дальше. А мы уже подошли на нужный нам адрес и сейчас посмотрим апартхаус Приморский и покажем вам. Не переключайтесь. Если вы приедете со своей большой семьей, то здесь есть на территории большая детская площадка со всеми необходимыми качелями и удобным резиновым покрытием для маленьких детей. А также есть большой фонтан. Очень красивая территория. Я в восторге. А вот и наше здание. Ну что, пойдемте на инспекцию. Ну что, мы уже подошли к нашим апартаментам. Это парк-хаус Приморский. И сейчас посмотрим что-то внутри. Я уже в предвкушении. У меня есть вот такой ключик, который мне позволит войти. Открыто? Кстати, друзья, сразу хотела отметить, что здесь есть парковка возле дома и подземный паркинг. Но он оплачивается отдельно. Подземный паркинг расположен на двух ярусах. Он находится справа от меня. Стоимость в сутки 600 рублей за один автомобиль. Здесь очень много мест, так что всегда найдете, где припарковаться. Ну а мы пойдем к лифту. Апартаменты, которые мы хотим вам показать, расположены на третьем этаже. И сейчас мы все посмотрим. Огромный плюс – это то, что вы можете заселиться в любое время. Вам нужно будет только ввести нужный код. Как всегда, перед началом просмотра мы одеваем бахилы. Это все, знаете, друзья, это момент предвкушения, когда все вот это долго происходит. А я уже вижу, какая тут красота. А вы еще не видите, но сейчас все узнаете. Ну что, я готова, и мы начинаем. Сразу при входе я вижу, что здесь есть большая, полноценная, красивая кухня, укомплектованная всей необходимой бытовой техникой. Есть холодильник, очень большой. Здесь можно разместить все свои продукты, если вы приедете большой семьей. Также установлен фильтр для воды, посудомоечная машина для вашего комфорта. Конечно же, чайник, есть варочная поверхность и кофемашина, которую вы сможете воспользоваться в любой момент и попить вкусный кофе. Есть микроволновая печь, и при необходимости можно воспользоваться духовым шкафом. Здесь у нас сразу посередине стоит большой обеденный стол для всей семьи и мягкие стулья. За моей спиной в углу разместился шкаф. Очень большой, просторный. Здесь есть халаты, есть дополнительные спальные принадлежности и возможность разместить свою верхнюю одежду. Все очень красивое, чистое и такое... такое светлое. Мне так нравится. На стене у нас расположен телевизор, так что можно завтракать и что-нибудь интересное посмотреть. Например, Крым Онлайн. И хотела еще отметить, что у нас есть здесь дополнительное спальное место в виде вот такого раскладного дивана. За моей спиной расположена первая спальня. Давайте посмотрим. Спальня здесь небольшая, но очень светлая и комфортная. Посередине у нас расположена большая двухспальная кровать. Есть точечный свет, очень мягкое, красивое изголовье. Друзья, если честно, я бы тут сейчас прямо и осталась и отдыхала бы с кайфом. Какая красота. Это великолепно. Ну что, друзья, я ставлю лайк этому матрасу. Хотела еще отметить, что в каждой комнате есть кондиционер и телевизор, а с этой комнаты есть выход на балкон. Вы только посмотрите, какая красота. Из балкона открывается вид на внутренний дворик. Как приятно работает фонтан. Вот этот звук воды, он очень успокаивает. И также с этого балкона можно наблюдать за детской площадкой, где будут играть ваши дети. На балконе у нас установлена садовая мебель с мягкими подушками. Здесь очень будет комфортно проводить свое утро или, конечно же, вечер. Ну, а за этой дверью находится следующая спальня. Ой, друзья, какая красивая спальня. Мне так нравится, что здесь очень много места и большие зеркала в пол. Всегда можно собой полюбоваться и подготовиться к прогулке на набережной. Здесь также у нас есть мягкое изголовье, приятный точечный свет и большая двуспальная кровать с мягким одеялом. Так и хочется поваляться. Давайте здесь протестируем матрас. Я знаю, я это уже говорила. Давайте вы меня здесь оставите, а сами пойдете смотреть дальше. А я тут пока поваляюсь. Какое приятное одеяло. Серьезно. Хочу себе такой же домой. Правда, знаете, его кошка испоганит. Да, она любит все царапать и она просто его уничтожит. Будет жалко. Друзья, предлагаю отправиться дальше на просмотр этого апарта и посмотреть, что здесь есть. У нас еще впереди санузел. А за этой дверью у нас находится санузел. Давайте посмотрим. Санузел здесь очень большой и просторный. Безумно стильный. Мне нравится. Оборудован он душевой кабиной. Для жильцов уже приготовили мини-парфюмерию. И, конечно же, красота. Здесь у нас есть вот такой вот сушитель для одежды и, конечно же, полотенец. Большое зеркало. Вот такое, посмотрите. зеркало в пол. Мне очень нравится, что здесь везде зеркала. Также есть дополнительное маленькое зеркало с подсветкой. Вот такая вот раковина. еще набор мини-парфюмерии. И, конечно же, мыло. А в углу у нас разместился туалет и маленький биде. Вот такой вот санузел стильный и классный. Ну, а сейчас посмотрим еще одну комнату. Ух ты! А за этой дверью у нас находится место для хранения вещей. Здесь удобно будет размещение и, конечно же, багаж. Для тех, кто уже здесь будет отдыхать, приготовили набор полотенец. Есть свой утюг. Вот еще дополнительный спирт на длине. Есть сейф. Стиральная машина. И, конечно же, бойлер для всей семьи. По желанию, вы можете заказать уборку в номере. Друзья, а теперь самое интересное. Стоимость этих апартаментов от 8 тысяч рублей. За это все. Такие великолепные, светлые и очень просторные апартаменты вы сможете арендовать себе для отдыха в Ялте. Ну, а я вас приглашаю на прогулку к Приморскому пляжу. Ну что, друзья, пойдем? Ах ты! Забыла вещи. Ах, увидела апартаменты и все напрочь позабывала. Ну, а сейчас, после просмотра апартаментов, предлагаю вам отправиться на Приморский пляж. Отправимся мы туда через парк Приморский. Так что сейчас все покажем и расскажем. Ну и, конечно же, померяем температуру воды. Мы спустились немножко ниже и прошлись к Приморскому парку. Сейчас мы пройдемся с вами по нему, посмотрим, как обстановка, ну и, конечно же, выйдем на пляж. Посмотрим, сколько людей, ну и замеряем температуру воды. Приморский парк, конечно, в летнее время очень красивый. Здесь очень много разных цветов красивых. Они все разные цвета имеют. Желтые, белые, красные, розовые. В общем, всегда очень приятно здесь гулять. Очень часто во время прогулки по парку вижу, как здесь отдыхают люди. Приходят мамочки с колясками. Кстати, мне кто-то здесь говорил, что проходят какие-то встречи мамочек. Они прям приходят с детьми, расстилают такие резиновые коврики и отдыхают на природе со своими маленькими детками. Так что здесь вроде проходят какие-то такие мини-собрания. Или, может, это просто несколько мамочек из одного двора собрались и решили здесь прогуляться. Но очень много здесь гуляют мам с детьми. В общем, здесь всегда можно встретить и пожилых людей, которые здесь отдыхают, и мамочек с колясками. Ой, как здорово! Везде поливают растения, пахнет зеленью свежей такой. Очень приятно здесь находиться и гулять. Кстати, вот сейчас мы проходим опера-прима здания. Здесь расположен очень классный спа-комплекс. Мы здесь, конечно, никогда не были, но я думаю, что все впереди. Надеюсь, что наше время придет и мы наконец-то сможем почувствовать это прекрасное событие. Как это купаться в весенне с видом сразу на море. Прям вот одной ногой в море, можно так сказать. Ну, хотела отметить, что на нашем сайте можно в разделе, где остановиться, найти апартаменты тоже, которые сдают с собой переприма, и забронировать их через нас. Там много разных апартаментов, есть и однокомнатные, и двухкомнатные. Поэтому, если вы всегда хотели, мечтали остановиться именно здесь, то у вас есть возможность сделать это через наш сайт. Здесь есть небольшой лариочек, где можно купить фрукты, овощи. Продается уже кукуруза. Вот, немножко по ценнику пройдемся. Кстати, вот абрикоски есть уже вкусные, 300 рублей. Мандарины 400. Есть персики, вишня, черешня. В общем, много-много всего. Клубника, черника, малина. Ассортимент очень большой. Это черника. Забьем? Мадочек, это же шелковица, да? Ты что-то, сикечек, ты опять что ли? Ты серьезно? Ну, ежевика, она должна вот такая быть. Нет, это вот ежевика. Она большая, она крупненькая. И очень вкусненькая. Ой, уже инжир есть. Представляешь? Есть белый инжир и синий инжир. А? Нет, здесь шелковица. Она как шелковица, просто как шелковица. Она демокрит? Здесь, конечно, очень красивая территория. Много фонтанов. Мест, где можно отдохнуть. Таких зеленых зон отдыха. И мне всегда нравится ходить по этому мостику. Поэтому в этот раз тоже пройдемся. Этот раз не станет исключением. Очень здорово. Такая территория благоустроенная. Всегда приятно здесь находиться. Ну и вот буквально в пяти минутах от комплекса находится Приморский пляж. Я уже вижу здесь кафешки на верхних ярусах. Все уже работают, готовы принимать туристов, отдыхающих. В общем, все, кто приедет отдыхать в Ялту. Я, кстати, настала замечать, что много машин появилось с разными номерами, с разными регионами. Потихонечку люди приезжают и отдыхают в Ялте. Конечно, людей становится больше. Но вот мы были в Новом Свете. И вот мужчина, который сдает жилье, сказал, что обычно к июлю месяцу людей становится больше, потому что дети сдают экзамены. В общем, все заканчивают учебные процессы. Кто-то к поступлению готовится, тоже поступает и приезжает отдыхать. Вот такая вот обстановочка на пляже. Людей, кстати, побольше, чем утром было. Недавно я была здесь в 10 утра. Людей было поменьше. Но вот я вижу, что достаточно много людей возле моря под шезлонгами. Точнее, на шезлонгах под зонтиками тоже много людей. Здесь внизу сдаются саборды разные, аттракционы на воде. Там вот сделали такой получий причал. Можно плюшку в аренду взять, на гидроцикле покататься. Ого, сколько много людей на сапах. На сапах, конечно, прям очень много сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь сапов плавает только передо мной. А еще есть те, которые вот в той стороне плавают. Там их тоже много. Берут в аренду катамараны. В общем, люди отдыхают. Здесь уже открыто очень много разных кафешек, кофеинь, где можно что-то себе купить, перекусить или взять прохладительные напитки. В общем, сейчас пройдемся немножко по набережной, по верхней зоне, а потом спустимся на первый ярус и покупаемся в море. Здесь на променадной зоне, я смотрю, много людей гуляют. Наверное, тех, кто уже искупался и решил что-то перекусить. Начинают потихоньку подниматься наверх и гулять по набережной Приморского пляжа. Здесь у нас есть спуск. Здесь, наверное, мы спустимся и пойдем уже посмотрим обстановку на пляже. Вон там банан полный приехал. Большой банан такой двойной, вес полный. Так, температура воздуха 28, температура воды 23. Надеюсь, это актуальные сегодняшние данные, и мы можем им доверять. Здесь у нас на первом ярусе работает туалет. Также есть вот разные надувные круги, развлечения. Есть возможность приобрести кукурузу. Кстати, 100 рублей хорошая цена. В Ялте она обычно по 150. Есть разные еще торговые ларечки в грузинской кухне, пиво, мороженое. Ну и, конечно же, есть возможность на пляже арендовать шезлонг. Так, куда-то Антоша уже подевался. Пойду его найду и пойдем переодеваться. Хотела еще сказать, что здесь на пляже есть вот душ. Так что пляж очень хороший, благоустроенный. И здесь можно с комфортом отдохнуть. Дети вон, бежали трезвляться. Вот такая вот ситуация. Сегодня 30 июня 2024 года. Вы можете сами видеть, сколько отдыхают и кайфуют людей на Приморском пляже. Сам по себе вопрос, безопасно ли, должен стоять перед вами. Вы часто нам его задаете, но мы не несем ответственности за ваш отдых. Мы просто можем показать ситуацию. Ну вот сейчас, прямо сейчас, сегодня, в июне 30-го на Приморском пляже. А там уже вы принимаете решение каждый сам за себя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, друзья, мы уже покупались, отдохнули. И сейчас отправимся в Ялту, в центр Ялты. И планируем показать вам еще одно место размещения. Это место находится на улице Садовая. Находится прямо возле маленькой канатной дороги. И мы планируем сейчас показать вам один номер. Совсем недавно нам удалось связаться с менеджером и договориться о съемке. Сегодня освободился номер, и мы сразу едем туда. Да, очень интересно, что находится в самом центре. Есть парковочные места. Номера рассчитаны на двоих человек. Сейчас все увидим с вами и узнаем. А также есть аренда подчасова. Вот так вот. Антона сразу заинтересовала подчасова аренда. Не, ну а что, поехал в Ялту на отдых, заехал, все дела я сделаю, уехал. Все, вот так вот. Побывал в Ялте, кайф. Побывал в Ялте, везде побывал, все поделал и обратно плывал. Кайф у меня. Ну, в общем, все, сейчас узнаем. Ну, а сейчас мы с вами находимся прямо в центре Ялты, на улице Садовая 6. Мы недавно здесь снимали ролик, прокатились по канатной дороге, и меня привлекло это здание. Потом мы увидели рекламу, что здесь есть какой-то ночной клуб, но при этом на втором этаже есть номера. Мы не удержались и созвонились с менеджерами. И сейчас узнаем, какие здесь цены, и покажем один из номеров, который сегодня освободился. Добрый день. Здравствуйте, это Валентина, я вам звонила по поводу съемки. Здравствуйте, проходите. Дверь открыта. Двери открыта. Ну что, поднимаемся на второй этаж? Здравствуйте. Я вам звонила по поводу съемки. Сказали, что один номер освободился. Наши договоренности в силе. Спасибо большое, здорово. Ну что, пойдемте посмотрим? Проходите. Инспекция подъехала. Перед началом нашего обзора мы, конечно же, подготовили бахилы. И сейчас их надену. Ну что, я готова. Погнали. Номер небольшой, но очень просторный и комфортный. Все выполнено в очень нежных тонах, с яркими элементами. Сразу я вижу, что есть место для хранения вещей. Сюда можно повесить верхнюю одежду. И для гостей уже приготовили белые халаты. Ну а внизу можно разместить свой багаж. Здесь у нас большая двухспальная кровать. Мягкое одеяло теплое для тех, кто зимой мерзут. Например, такие, как я. Поэтому мне очень все нравится. Подготовили уже максимально комфортное все для отдыха. Ну и, конечно же, набор постельных принадлежностей и полотенец. Все беленькое, чистенькое. Сейчас попробуем мягкость матраса. Ой, друзья, вот не пойму, если честно. С одной стороны матрас очень мягенький, но с другой стороны я понимаю, что здесь очень мягкое одеяло. Поэтому матрас в меру твердый, но очень удобный. Напротив у нас есть телевизор, небольшой кофейный столик, стаканы и, конечно же, водичка. Также есть возможность разместить свои вещи на маленьком стуле. У нас есть точечный свет возле изголовья. И изголовье очень мягкое, бархатистое и приятное на ощупь. Эх, друзья. Эх, друзья. Ялта в любое время года прекрасна. Так что приезжайте, отдыхайте в Ялте и, конечно же, бронируйте жилье. На наших сайтах Крым Онлайн не забывайте. Ссылка в описании. Но мы сейчас посмотрим санузел в этом номере. Санузел у нас небольшой, но комплектован всем необходимым. Есть туалет, также есть раковина, большое зеркало. Для жильцов уже приготовили набор принадлежностей одноразовых. Гель для душа, шампунь и кондиционер. Также есть большая душевая кабина. Вся сантехника чистая, новая и очень ухоженная. Номер очень приятный. Ну а теперь давайте про цены. Стоимость этого номера от 8000 рублей. Ну и еще один момент. Этот номер можно забронировать по часовой оплате. Стоимость одного часа 1800 рублей для двоих человек. Но нужно бронировать от двух часов. Если вы приедете в Ялту и захотите отдохнуть буквально денечек или полдня, вы сможете остановиться в этом отеле. Вот такие вот условия, вот такие вот цены, друзья. Ну что, ставим лайк и пишем в комментариях, понравились ли вам варианты жилья, которые мы сегодня вам показали. Ну а мы пошли. Нам уже пора. Спасибо большое у вас. Очень классные номера мне понравились. Спасибо за то, что показали. Что вам понравилось у нас. Да. Рада, что освободился номер и нам удалось его заснять. Так что, друзья, бронируйте все ссылочки в закрепленном комментарии. До свидания. Друзья, хотела отметить один немаловажный момент. Эти номера рассчитаны на проживание двоих человек. Эти номера рассчитаны на проживание молодых людей, которые приезжают в Ялту, хотят погулять. Ведь на первом этаже находится клуб, караоке-бар. И здесь бывает очень шумно. Здесь не нужно вам заселяться с детьми или пожилым людям. Эти номера рассчитаны на тех людей, которые хотят заселиться на сутки, двое, или просто заселиться на полдня, погулять в Ялте, хорошо тусануть и все с этим полагающееся. Если вы хотите отдохнуть шиком громко, то вам именно сюда. Конечно, есть такие места, о них нужно знать, для того, чтобы вы тоже имели возможность здесь отдохнуть, заселиться и выполнить все свои необходимости для хорошего отдыха в Ялте и в Крыму. Друзья, спасибо вам большое за просмотр этого видеоролика. Надеюсь, вы поддержите его лайком и, конечно же, своим комментарием. Мы сегодня показали несколько вариантов жилья. Пишите обязательно, понравились ли вам они, какие вам понравились больше всего. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, ведь мы показываем всю самую актуальную и полезную информацию, которая может вам пригодиться при отдыхе в Ялте. Ну и, конечно же, по Крыму. Спасибо большое за просмотр. Поддерживайте лайком. Не забывайте смотреть наши новые видео. И, конечно, до новых встреч в новых видео. Пока-пока!